Не понял, это что за рукоделие? Кэп, ну ты же сам понимаешь, времена такие как бы ничем не брезгуем, деньги на донат нужны. Вот открыл свое небольшое дело, деревянными членами торгую. Да ты че, братишка, не нужна эта шишка? По ссылке проходишь, все нужное находишь. Броня-авангард и могучие пушки полетят мозголомой, как с напильника стружки. И с таким набором на дип точно пойдет. Хе-хе, бой, билдосик подождет. Кэп, билдосик подождет. Кэп, билдосик подождет. Итак, робко представляет. Годнота, но есть нюансы. Или новые карты и изменение баланса классов Warface. Мясорубка. Да, мясорубочка. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги, самер Кутагин. Капитан Очевидность и грандиозная, сука, масштабная, можно сказать, в плане баланса, особенно, обновление Warface. Подвезли нам две новые карты, друзья. И вы знаете, с одной стороны, это реально круто. Но, как и всегда, есть нюансы. Это производительность, а также засветы. С производительностью, я надеюсь, разработчики поработают и FPS будет нормальный. Кстати, видео в основном записано либо на средних, либо на высоких настройках. Картинка красивая, но даже на юбилейном i7 и 3070 RTX, прямо скажем, FPS совсем не радовал. И часто даже не дотягивал до моих 165 Гц, что печально. Вторая тема, немного офф-топ, но хотелось бы поднять. Разработчики, что вы вообще сделали с освещением в игре? Дорогие игроки, а вы знаете, что у нас теперь на освещение влияют внимание шейдеры? Например, даже тот же пригород. Если вы бегаете по пригороду с низкими шейдерами, вокруг будут засветы, иногда просто вырвиглазные. Если поставить шейдеры на средние, засветы всё ещё будут, но уже не такие, прямо скажем, противные. И только поставив шейдеры на высокое, вы получите действительно хороший свет, хорошую картинку. Правда, прилично просевший FPS и иногда какую-то муть в прицеле, да и вообще на карте. И самое интересное то, что параметр яркость в настройках графики теперь вообще ни на что не влияет. Да-да, без шуток, можете его в минус 0 убрать и ничего не изменится. Можете полностью поднять и тоже ничего не изменится. Честно говоря, я плохую, ребятки. Впрочем, ладно, давайте по теме дальше. По ПТСу, по новинкам и балансу классов. По поводу карт, как думаешь, они игрокам зайдут? Знаешь-ка, я думаю, что, в общем-то, при определённых условиях карты эти очень даже могут зайти. Карта-мотель хороша. Да, это другие тона, не те, скажем, киберспортивные, ровные, вылизанные текстуры, к которым мы привыкли. Но на этот раз у Аллодусов, прямо скажем, получилось. Они избавились от своего бича, а именно много ненужных элементов, слишком много всяких потертостей, причём в тёмных тонах. На этот раз они сделали вроде всё то же самое, но карта светлая, и персонажи на фоне текстур читаются прекрасно. На абсолютно же новой карте под названием... Сука, фантазёры хреновые, как вы её там назвали? На абсолютно же новой карте под названием Блокпост вообще некоторые стены на уровне роста персонажей покрасили белой красочкой, что гад Нателло. Но именно на второй карте, а именно на новом Блокпосту, есть, прямо скажем, нюансы очень серьёзные. Это слишком большое количество лишних ненужных элементов, слишком много стоящих каких-то бронетранспортеров, ящиков, мудрёный халя-лабиринт проходов в центре карты. И всё это очень серьёзно влияет на геймплей, причём не в лучшую сторону. Если бы не это, могу точно сказать. Эта карта заменила бы многим пригород и пагоду. Карта маленькая, круглая практически. Движуха на ней в самый раз, не такой накал, как на пригороде, но намного-намного активнее, нежели пагода. Серии на ней тоже можно делать, и даже, я думаю, вот мозголомчики будут лететь. Если разработчики уберут ненужные элементы, вне всяких сомнений, эту карту, абсолютное большинство игроков Warface, примет очень тепло. В отличие от пагоды, она всё-таки меньше. Накала страстей здесь больше, это ближе к пригороду, это, знаете, что-то вроде дефо. Хорошо, годно, глубоко. А в отличие от пригорода, она не такая, понимаете, какая-то однотонная, серая, унылая. Карта реально интересная, красота неописуема, сука. Крайзис из Фар Крайме отдыхает, природа лес. Ах, там голубчика нагнуло. Здесь тоже кого-то раком поставили за углом. Душевно. Птички поют. В общем, лично мне карта очень понравилась новая. Очень-очень, прямо безумно. Но вот единственное, немножко геометрию переделать, какие-то вот проходы сделать более широкими, чтобы за каждым углом не сидела по крысе. И будет просто конфетка. Муа, сказка. Ну, будем надеяться. А что там по пушкам, братан? О, кэп, правильно. Переходим, может быть, к наиглавнейшей теме. Ребаланс фактически классов. Хотя, по сути, это не ребаланс, это доведение классов до ума, до того состояния, в котором они, в принципе, и должны быть. Изменениям, нерфам, апам подверглись множество пушек. В основном, конечно же, это пушки такие наиболее используемые. Тир-1, это как бы топчик, пул оружия, которое реально используется игроками. Там, на мясорубках, на РМах, на пабликах. То, что реально гнёт и создаёт картину нынешнего Workway. В списке целых 5 пушек. Вот даже памятку сделал, чтобы ничего не забыть. Всего 5 пушек. Да, память не та уже. Старею, ребятки. Имбелл. Как ни странно, его апнули. Зачем? Да хрен его знает. Разработчики сделали ему ещё более мягкую отдачу. Теперь её почти нет. Стрелять одно удовольствие. А также убрали мешающую мушку в прицеле, чтобы, как бы, ну, было ещё проще целиться. С гранатой подствольной больше они ничего не делают, что печально. Тот же Али сказал, что, блин, ребят, вы же понимаете, что, как бы, вы говорите, теперь, чтобы использовать... Это разработчики говорят. Чтобы использовать подствол, надо иметь определённый навык, и кто попал, а не сможет. Да я вас умоляю, это для того, чтобы научиться с посолом играть, не надо быть никаким, ну, не знаю, прям одарённым игроком, MVP. Это каждый второй дурик сможет сделать. Да нет, каждый первый, собственно говоря. Привыкнуть к его полёту, то есть траекторию измерять, да, там, баллистику учитывать, да это нефиг делать. Это ж, не знаю, никакая нескеловая, там, стрельба по головам, там, фазумы снайперских винтовок. Нифига подобного. Посол любой дурак научится использовать. Так что, в общем-то, с имбеллом очень спорно. Изменили у нас и Бинелли. Но, понимаете, Бинелли нельзя сказать, что понерфили, потому что ей добавили урона, то есть она стала ваншутик, причём прилично, хорошо. Правда, ей снизили темп, например. А также сделали, по идее, её менее эффективной на больших дистанциях. Однако, сразу вам говорю, это немножко не так работает. Почему? Потому что у нас следующее видео будет о секретном тестовом сервере. Это супер секретный тестовый сервер, ну, мы на нём уже с вами были. Там есть новая броня под названием графит. И вот, понимаете, даже в графит Бинелли всё равно убивает примерно как в авангарке. То есть она порой прилично выходит за свои дистанции. И, по моему мнению, может быть, на дистанции она стала чуть-чуть менее эффективной, но инженеров частенько всё ещё будет напрягать. Вместе с тем у нас и улучшили В3, так, 13. Друбовик, который как бы был введён и тут же всеми забыт. И я вам хочу сказать, на ближних дистанциях он мне нравится больше, чем Бинелли. Блин, жарит, сука, она отличненько. На дистанции, правда, тоже немножко он как бы выходит уже не свои, но это не так критично, как с Бинелли, потому что у него такого темпа, в общем-то, всё равно нет, да и прицел не такой удобный. Поэтому, знаете, так 13 может и не подобрался к идеальному балансу, сука, но путь держит верный. Мне пушка сейчас реально нравится. Изменили и дженерский сар. Опять же, сделав его вблизи более эффективным, а на дистанции теоретически эффективным поменьше. Но я лично опять этого не заметил. Не знаю, в графит мы, по-моему, не стреляли, но в авангард пилит отлично. Может быть, с графитом будет немножко другая ситуация и, наконец-то, инженер перестанет так жёстко, во всяком случае, пилить на дистанции штурмовика. При этом, изменения ведут к тому, что, в общем-то, на близних дистанциях сар, сука, стал вообще супер смертоносным. И это, в общем-то, правильно. Хвалю. Изменили у нас и лупару. Просто улучшили. Не знаю, зачем, в общем-то, как бы, ну, спорно. Некоторые говорят, что им бабует. Я так не считаю, всё-таки два патрона это не Таурус, поэтому, да хрен с ним. Как-то вот, честно, лупары меня меньше всего беспокоят. Ну, рвёт она на своих дистанциях и пусть и рвёт, да. Ну, мне будет медикам, наверное, больно против снайперов. Но, в целом, всё-таки это не такая пушка, чтобы залететь и сделать минус три. Ну, хотя бы потому, что патрона тут всего два. Я думаю, что после этого так называемого ребаланса у людей пригорит прямо очень и очень грандиозно. бить, мол, ой, Биннели ухудшили там, то апнули, это понерпили. Но, по факту, вот на данный момент даже ведут графит, я не думаю, что владельцы той же Биннели будут жаловаться, потому что, наконец-то, пушка стала нормально ваншотить в упорах. Сарна-ближник стал ещё более эффективным. Обладатели ТАК-13-ТАК вообще могут радоваться, наконец-то, эта пушка прямо поборется за топ-1. И, пожалуй, по-настоящему одно негативное изменение это улучшение имбела. Дорогие мои, куда? Сейчас не улучшаете, а потом будете бояться за нервы. Хотя решение этого вопроса имеется. Это вместе с этим апом отдачи и ухудшить просто-напросто гранату. Сделать им меньше урона. Вот это уже будет плюс-минус годнота. И с таким можно будет жить. А как вообще глобально оцениваешь это обново? В целом, неплохо, Кэп. Мне нравится, что разработчики хоть какой-то грамотный курс наконец-то взяли. Не водить супер-имбы, не что-то такое придумывать, а наконец-то классы поместить на свои дистанции. То есть, чтобы медик-инженер были примерно на одной, ну и может быть инженер чуть дальше убивал. Штурмовик был в принципе универсальным, но конечно на ближних за счёт темпа и так далее он проигрывал медику-инженеру. Ну а снайпер, соответственно, держался своих дальних дистанций. Не знаю пока, насколько у них это получится, но курс верный. Главное им идти и не сворачивать. В сторону пушек овер 999 урона, эффективность на всех дистанциях ваншот в ногу. И будет порядок. И ты думаешь у них это получится? Ха, нет конечно Кэп, на балансе-то много не заработаешь.